Привет тебе дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! И сегодня мы с вами ничего не будем распаковывать, но зато настроим наш квадрокоптер и отправим его в первый полет. Ну а для того, чтобы осуществить все, что мы с вами задумали, нам понадобятся некоторые вещи. Первое, это компьютер на базе Windows. Именно на него мы и будем устанавливать программное обеспечение, которое необходимо для настройки нашего полетного контроллера. Следующее, что нам понадобится, это кабель microUSB для того, чтобы связать компьютер и полетный контроллер. Ну и конечно же, без самого полетного контроллера нам также не обойтись. И первым делом, давайте установим программное обеспечение, которое нам необходимо. Для этого вам необходимо зайти вот на этот замечательный сайт ArduPilot. И этот сайт не что иное, как сборник информации о полетном контроллере АПМ. Здесь просто огромное количество разделов и различных статей, которые подскажут вам, как правильно настроить ваш полетный контроллер. Лично я уже не раз на него заходил и искал нужные мне статьи. Но нас с вами интересует, во-первых, самая главная страница. Ее нужно пролистать до самого низа и найти здесь ссылочку «Скачать продукт Mission Planner». Именно так называется программа, которая нам нужна. Нажимаем на нее и она скачивается на наш компьютер. Я же сейчас ее скачивать повторно не буду, так как скачал заранее, а весит она прилично. И скачал я ее на рабочий стол. Что ж, давайте запустим установочный файлик и установим программу. Нажимаем «Далее». Соглашаемся с лицензионным соглашением. Выбираем место для установки и устанавливаем программу. В процессе установки самой программы она установит также и драйвера, которые необходимы для подключения нашего полетного контроллера. Вот как раз те самые драйвера. Давайте их также установим. Естественно, им всем нужно разрешить установиться. Драйвера установлены и программа завершает свою установку. Нажимаем «Закончить». Теперь нам нужно подключить наш полетный контроллер к компьютеру и посмотреть, увидел ли наш компьютер этот контроллер. Ну и, собственно, это давайте сейчас и сделаем. И чтобы нам было удобнее добраться к гнезду microUSB, я отключу приемничек. Он нам пока будет не нужен. Теперь у нас гнездо доступно. И давайте подключим к нему разъемчик. Отлично, наш АПМ заработал, запищал и замигал светодиодами. И Windows, я также это слышал, определила какое-то новое оборудование. Давайте заглянем в диспетчер устройств и посмотрим, что там новенького. И здесь нас интересует раздел с портами. Давайте его развернем. И, как я вижу, сейчас у нас здесь имеется COM1 и COM3. Давайте отключим контроллер и посмотрим, какой же порт отвечал за него. Ага, и за него отвечал порт COM3. Опять вернем наш АПМ и запустим программу Mission Planner. И при запуске программа выдает нам два окошка. Первое говорит нам о том, что версия нашей программы не новая, не последняя, ее можно обновить, но этим я сейчас заниматься не буду. А также второе окошко говорит, что может запустить мастера первоначальной настройки. Но нам он также не нужен, отвечаем нет. Здесь также второе окошко мастера первоначальной установки. Его мы трогать не будем. Отлично, программа запустилась. Давайте попробуем выбрать COM3 порт и подключиться к нашему АПМ. Для этого нажимаем connect. Здорово, насколько я могу видеть, все у нас подключилось. Так точно, смотрите-ка, и акселерометр нашего АПМа уже действует и свои данные транслирует в программу Mission Planner. Это значит, что устройство благополучно подключилось к программе, благополучно подключилось к компьютеру. И теперь, что же мы видим в интерфейсе самой программы? А видим мы здесь несколько ярлычков. И нам сейчас интересен тот, который называется Install Setup, то есть настройки. Давайте в него зайдем. Здесь открылось несколько подразделов, и нам сейчас нужен верхний, а именно установка прошивки. Кликаем на него. Сейчас программа ругается на то, что наш АПМ подключен к компьютеру. И давайте нажмем на disconnect. Отлично, и теперь программа сама самостоятельно ищет нужную подходящую прошивку на наш АПМ. И нам нужно будет выбрать только тип рамы, у нас это квадрокоптер. Подтверждаем скачивание прошивки. И скачивание началось. Отлично, у нас появилась надпись Done, то есть закончена. А это значит, что в распоряжении нашей программы имеется самая последняя прошивка для нашего АПМ контроллера. И мы можем снова установить соединение между планшетом и контроллером. Здорово, соединение установилось, и переходим дальше по списку. Пункт Wizard мы пропускаем, и переходим к третьему пункту. У этого пункта есть несколько подпунктов. Первый пункт это выбор типа рамы. У нас уже выбран тип рамы квадрокоптер, его и оставляем. Двигаемся дальше. Следующий пункт это калибровка акселерометра. Заходим в него и нажимаем на первую кнопку. Программа просит нас установить наш квадрокоптер в обычное состояние, в горизонтальное, и нажать еще раз клавишу. Это мы и делаем. Далее программа просит нас повернуть наш квадрокоптер на левую сторону. И я рекомендую вам при вот этой вот калибровке использовать какую-то ровную вертикальную поверхность. Например, стену. Просто прислонить квадрокоптер к ней. Нажимаем «далее». Программа просит повернуть нас квадрокоптер на правую сторону. далее повернуть квадрокоптер носом вниз повернуть его носом вверх и перевернуть его кверх ногами естественно делать вам как делаю я держа квадрокоптер в руках лучше не стоит так как такая калибровка будет не совсем точная и теперь программа написала нам что калибровка прошла успешно замечательно идем дальше следующий пункт у нас посвящен калибровки компаса и здесь во первых нам нужно нажать на клавишу external compass то есть указать что наш компас вынесен за пределы нашего apm контроллера и когда мы нажимаем на эту клавишу в программе наш компас автоматически переворачивается на 180 градусов так и нужно следующим шагом нам нужно перейти как раз таки непосредственно калибровки нашего компаса и я рекомендую вам делать это на открытом воздухе естественно для этих целей вам потребуется к примеру ноутбук так как в домашних условиях огромное количество электромагнитных помех не даст вам сделать точную калибровку ну а для того чтобы сделать калибровку вам нужно нажать вот на эту зеленую кнопочку на которой написано live calibration нажимаем нажимаем ok и запускается вот такое вот симпатичное окошко на нем имеется три графика и нас интересует первый на нем отображены все оси нашего квадрокоптера и белые точки и сейчас вам нужно сделать все то же самое что мы делали с калибровкой нашего акселерометра только к смене положения квадрокоптера нужно добавить еще один важный фактор а именно поворот квадрокоптера вокруг собственной оси то есть берем квадрокоптер в руки и поворачиваемся на 360 градусов далее меняем его положение и снова поворачиваемся на 360 градусов таким образом у нас получится несколько поворотов вокруг каждой из осей квадрокоптера вот эти белые точки сменятся на разноцветные кружки и программа сама сообщит нам о том что калибровка закончена сейчас его понятным причинам делать эту калибровку не буду поэтому движемся дальше и следующий пункт достаточно важный называется он radio calibration и этот пункт отвечает за калибровку нашего радиопередатчика то есть нашего пульта управления давайте сейчас возьмем в руки я покажу вам что необходимо сделать квадрокоптер у нас в данный момент включен и нам необходимо также включить нашу аппаратуру аппаратура включилась я вижу вольтаж нашего apm а значит аппаратура подключилась к приемнику и теперь нам нужно сделать следующее во первых нажимаем на кнопочку calibration программа предупреждает нас что на всякий случай нужно отключить пропеллер от нашего квадрокоптера нажимаем ok и еще раз нажимаем ok отлично теперь у нас программе появились красные маркеры и все что нам нужно сделать это каждый из наших стиков и других ручек управления перевести в максимально крайние положения давайте сделаем это таким образом программа сможет понять какие крайние значения имеют показания нашей аппаратуры то же самое делаем с крутилками и с рычагами сразу скажу что аппарат на я уже переназначил вот эту крутилочку на вот этот вот тумблер поэтому наша верхняя шкала сейчас у нас имеет три положения сделать это можно в настройках аппаратуры и это важный момент в будущем нам этот тумблер понадобится и так все органы управления мы в крайние положения перевели значит калибровка закончена нажимаем повторно на эту клавишу нажимаем окей и у нас выводятся крайние значения всех наших органов управления жмем окей здорово калибровка нашей аппаратуры закончена и значит мы можем двигаться дальше а следующий пункт у нас полетные режимы fly mods давайте зайдем в него и да рановато я немножко пультик убрал давайте снова вернем его в кадр и вот для чего он нам нужен здесь в данном пункте мы сможем настроить разные полетные режимы на разные положения нашего вот этого тумблера о котором я упоминал совсем недавно и давайте посмотрим на каких ячейках фиксируется наш тумблер ну во первых дальнее положение это самая верхняя ячейка далее среднее положение это у нас четвертая сверху ячейка и нижнее положение это у нас последняя шестая ячейка это значит что именно на эти ячейки нам и нужно настроить разные полетные режимы и так давайте вернемся к первой и на ней у нас должен быть установлен режим стабилайз он нас установлен по умолчанию отлично ничего менять не нужно следующий режим у нас 4 и здесь нам нужно найти и выбрать режим alt hold это не что иное как режим удержания высоты по барометру в этом режиме наш квадрокоптер сам будет держать одну и ту же высоту согласитесь режим достаточно полезный ну и последний шестой пункт должен быть выбран лойтер лойтер это режим при котором наш квадрокоптер не только держит высоту по барометру но также держит свою позицию по gps то есть в таком режиме задействованы абсолютно все датчики нашего квадрокоптера и это максимально безопасный и максимально простой в управлении режим нам он тоже обязательно пригодится нажимаем кнопочку сейф мод из всего списка у нас сейчас остался не задействован еще один пункт который называется файл сейф но сейчас мы его и не будем настраивать для первого полета он нам не пригодится но вообще это очень важный пункт который отвечает за настройку тех или иных действий автоматических действий нашего квадрокоптера при наступлении разных критических ситуаций таких к примеру как разрядка нашего аккумулятора естественно это не все настройки которые есть у этой программы только посмотрите настроек здесь просто тьма и так с минимальными программными настройками мы с вами закончили и можем перейти к предполетной подготовки причем часть этой подготовки можно провести прямо в поле а вот какую-то часть можно сделать домашних условиях а именно откалибровать все четыре регулятора наших двигателей одновременно через apm это очень важная процедура ей не стоит пренебрегать и для того чтобы это сделать нам необходимо выполнить определенную последовательность действий первое включить аппаратуру и дать максимальный газ то есть стик газа перевести в крайне верхнее положение после этого подаем питание на наш квадрокоптер и дожидаемся пока на нашем apm замигает попеременно красный и синий светодиоды это значит что наш apm вошел в режим калибровки регуляторов и после этого нам необходимо снова обесточить наш квадрокоптер следующая последовательность действий очень важна нам нужно будет снова подать питание после этого дождаться короткого сигнала и после него достаточно резко перевести ручку газа в минимальное положение давайте это сделаем отлично у нас все получилось и как вы могли слышать все наши регуляторы а точнее все наши двигатели проиграли одну и ту же мелодию то есть один и тот же сигнал это значит что все они отрегулированы и теперь чтобы сохранить настройки нам необходимо снова обесточить apm да да сохраняет он настройки именно в момент пропадания питания отлично теперь наши регуляторы откалиброваны давайте проверим как они работают подаем питание дожидаемся пока на apm медленно замигает красный огонек это значит что наш квадрокоптер готов к армингу то есть к запуску для того чтобы запустить квадрокоптер нам нужно ручку газа перевести вниз и вправо удерживаем так ручку и все четыре двигателя одновременно стартовали и теперь они будут работать на холостом ходу при этом если мы не будем трогать органы управления какое-то время то двигатели сами отключатся именно это и произошло в случае бездействия двигатели сами отключаются и для того чтобы их снова запустить нам нужно повторно заармить наш квадрокоптер впрочем все это мы сейчас еще раз проделаем в поле погода вроде отличная а значит мы наконец-то приступаем к полетам и сейчас я расскажу вам о том как понять что наш квадрокоптер поймал спутники gps и готов взлетать и работать во всех режимах для этого нам необходимо опять же включить аппаратуру аппаратуру нужно всегда включать перед тем как включать квадрокоптер далее подаем на квадрокоптер питание отлично питание подано теперь у нас мигают различные светодиоды и в данный момент мигают красный и синий светодиоды красный светодиод мигает медленно это значит что наш квадрокоптер готов к запуску и вот сейчас у нас также загорелся еще и синий светодиод это значит что наш gps модуль поймал спутники и он готов удерживать позицию по этим самым спутникам сейчас я еще раз сменю ракурс и мы уже наконец-то поднимем наш квадрокоптер в воздух отлично как вы можете видеть квадрокоптер наш ожил и мы можем поднять его в воздух сразу скажу делать это нужно достаточно уверенно и достаточно резко иначе квадрокоптер начнет заваливаться на бок давайте попробуем отлично он летает и это просто сказка какая-то очень мне сейчас пока тяжело им управлять сейчас я переведу его в режим удержания высоты здорово смотрите я сразу переключил его на режим удержания координат gps и соответственно на режим удержания высоты и сейчас наш квадрокоптер просто замер на месте естественно его немножко туда-сюда носит но это знаете ли в пределах даже не метра а полуметра сейчас я его немножко опущу и попробую подлететь к себе знаете ли ну очень послушная машинка в этом режиме я вообще сейчас ничего не делаю а наш квадрокоптер висит на месте этим режимом да и . ну Продолжение следует... Ну что ж, вроде с управлением я разобрался, давайте немножко полетаем. Очень, очень стабильно ведучи себя квадрокоптер. Я уверен, что в таком режиме с ним справится даже маленький ребенок. Главное не делать резких движений с тиками, и тогда все будет хорошо. Вот сейчас поднялся достаточно сильный ветер, но я смотрю, с этим ветром квадрокоптер успешно борется. Продолжение следует... Что ж, дорогой зритель, я думаю, ты сам все видел. Вот так вот бывает, когда квадрокоптером управляет новичок, который до этого никогда не летал на подобных аппаратах. Мой квадрокоптер повис на сосне, и как я вижу, он потерял один из своих винтов. Давайте приближу и покажу вам этот момент. Да, точно, одного из черных винтов у нас нет. Что ж, сейчас достану его с этой сосны, постараюсь отремонтировать, и возможно мы еще немножко полетаем. Ну и должен сказать я, что достаточно легко мы с вами отделались. Отделались всего лишь одним сломанным винтом. К счастью, у меня даже имеется запасной. И даже вот этот вот колпачок мы с вами не потеряли. И это очень хорошо, запасных у меня, к сожалению, нет. Поэтому давайте сейчас открутим колпачок, установим на него новый винт. И попробуем еще раз взлететь. Я думаю, что у нас все получится. На этот раз буду, конечно же, осторожней. Вот поэтому я и говорю, что изначально компоненты должны быть достаточно дешевыми. Чтобы поломка одного из них не была очень критичной. Так и в нашем случае. Винтов у меня запасных куча. Других поломок квадрокоптер, к счастью, не имеет. Это значит, что меняем винт. И снова отправляем квадрокоптер в небо. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok